добрый день друзья добрый день и у нас очередная очередная кухня инфодайинга мы сегодня будем с вами говорить о том что случилось за эту неделю у нас у нас на этой кухне ли то и не только на кухне но произошло со всеми детьми взрослыми так далее с которым мы работали мы расскажем лишь некоторые истории сегодня мы опять окунемся в результаты здоровье все что происходило в какие-то осознавание и первая удивительная история которая пришла к нам это прислали девчата наши мамы наши мамы вообще удивительные мамы чатовцы наши вообще чат удивительного дичьи на такой они написали что оказывается есть мальчик саша ему 5 лет у него синдром кастмана редкое генетическое заболевание при котором не вырабатываются нитрофилы и они предлагали маме начать работать над собой мама сочла инфодайвинг чушью этим она не занималась а девчонки которые сами вывели своих детей из аута они не могли позволить умереть ребенку и они начали работать не согласовывая это не с мамой не с кем и дальше начали происходить начали происходить чудеса у ребенка было четыре пересадки костного мозга от родственного донора безуспешных ему становилось все хуже и хуже а мама доверяла только доказательной медицине говорить с ней про инфодайвинг бесполезно и когда девчонки работали случилось такое что они подняли кармическую историю вообще в подсознании те истории которые велик заболевание у самого ребенка и после этого после этого случилось так что нашелся чужой донор случилось так что они же наши мамы собрали деньги на пересадку на пересадку костного мозга 40 тысяч евро по моему по моему да 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 и ребенок идет на поправку ребенок живет а теперь он прижился он прижился а теперь представьте это делали мамы у которых свои больные дети были это мамы которые осознали это мамы которые поняли и которые не смотрели на мать хочет она меняться не хочет хочет завершать не хочет они просто хотели чтобы ребенок поправился и их воля оказалась определяющий а еще всего на этой неделе пришли сообщения от мамы варе она описала какие изменения происходят у варюхи у варюхи очень тяжелое заболевание варюха лежачая а сейчас валях у варя хочет уже ходить ее уже ставят на ножки и даже она уже двигает ножками в сторону ходьбы варя постепенно развивается мама описала полностью все перемены которые произошли в семье в отношениях с мужем везде то есть по всем фронтам у мамы идут перемены и на самом деле когда читаешь вот такие сообщения это счастье варюша еще чаще просится на пол походить порой темп ходьбы очень быстро выглядит забавно она старается как умеет и пошло-пошло здесь мама очень много описывать вы можете это все найти на сайте пуп.бай мама описывает и себя что она дала ей в руки огромную миску с ложками барабанными палочками всякими мелочами она увлеклась я четко видела как варе меняется мгновение после моих осознаваний я продолжала видеть ее беспомощной ничего не умеющей и только развивала эту тему внутри вали варе всегда была паника она же ничего не сможет сейчас суп варить и что с ней позаниматься ничего не успеваю и мама описывала 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 как она поменялась и сегодня варя 30 минут играла с миской вполне увлеченному варе появился интерес к жизни ко всему она начала замечать предметы и так далее очень много перемен по физиологии уже итальянская медицина заметила перемены по физиологии варе мама перед этим присылала как итальянские коллеги ждут когда они снова к ним приедут потому что варе идут физиологические изменения уже интересные итальянцам стало интересно откуда откуда это все происходит да это не в мгновение ока это не по волшебной палочке это кусок работы но видите меняется мама меняется ребенок и мы говорим что то что мы рассказываем и нашли то что в психике и что инфодайлинг подтверждает это подтверждает уже по сути дела не одна мама и не один десяток мам меняется мама меняется ребенок и самое приятное все чаще слышу у психологов у психотерапевтов в постах в инстаграме и везде они вдруг начали вслух об этом говорить приятно коллеги что вы это слышите что вы это осознаете и что вы это тоже говорите вслух потому что в обществе где принято обслуживать инвалидов именно обслуживать угождать и развивать вторичную выгоду инвалида в этом обществе заговорили вслух о том что ребята есть вторичная выгода давайте с ней поработаем и вторичная выгода когда болен ребенок у мамы и вот эти вещи конечно они очень важны очень важно когда они звучат кроме того здесь мама отмечает про видео про наше они бесценны вы часто говорите что зря вы даете информацию наташа ира это не так конечно я что-то беру умом что-то даже не понимаю но если это не эта информация я вообще не представляю где бы сейчас было каждое слово прямо в сердце это море озарений на самом деле да мы понимаем что все что мы выдаем и максимум выдаем в прямой эфир это это много озарений это много перемен ведь смотрите когда человек спит когда сознание человека спит как его разбудить ведь разбудить можно только зацепив вот попробуйте заложить какую-то информацию спящему в голову вот вы будете говорить возле него ламбаду танцевать еще что-то если человек спит он это не воспринимает никак и для того чтобы разбудить надо его постучать по голове сказать тук 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 открой глаза увидь посмотри почувствуй услышь да то есть как-то привлечь его внимание и вот получается привлечение внимания это сейчас это результаты это наши видео это возможности человека самому начать экспериментировать со своей жизнью и потом он видит отклик он понимает что да я сплю я могу проснуться и я могу сам управлять своей жизнью но для этого мне надо взять парадоксально да банально мне надо взять за нее ответственность на себя и поэтому вот эти моменты конечно для того чтобы человек начал вообще смотреть наши видео надо чтобы случилось вот этот тук 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 проснись проснись ты можешь все делать сам ты можешь стать другим еще в этот раз на этой неделе начали присылать как наши ребята тренируются в инфо дайвинге и кстати я не буду выдавать сегодня у меня даже запрашивали контактную информацию друг друга уже пошла тусовка ребята я очень рада когда уже между вами начинает выстраиваться какие-то отношения либо желание их выстроить мне очень нравится когда образуются пары и я жду когда мы снова обновим сабришин и появится автоматически автоматическая возможность подключать для тренировок и создавать пары и двигаться в сторону стажеров учеников там и так далее для того чтобы сотрудничать с нами на самом деле мы хотим чтобы инфо дайверов было намного больше и и инфо дайвинг распространялся потому что это про честность и про искренность с самим собой это про другой уровень развития общества и здесь тоже ребята по тренировкам пишут про результаты которые практически молниеносно приходят как только начинают работать еще здесь у нас на этой неделе был анонс стрима боль и ответственность это тот стрим который будет сегодня вечером мы будем говорить про боль и вообще разложим механизмы которые приводят боли но боль когда мы говорим это может быть боль физическая это может быть боль духовная может быть душевная когда у нас возникает боль когда у нас возникает травма когда у нас возникает травма Травма возникает тогда, когда у нас в подсознании одна травма Травма предательства, а травма предательства всегда Реакция на нее это подавление, это сжатие То есть когда тебя предали, когда тебя сжали, когда тебя сдавили Вот в эти моменты возникает боль И вот эти моменты сжатия человека, и что происходит потом в психике И как психика восстанавливается И как для этого, для восстановления ей надо запустить Если речь идет о болезнях, то болезнь Если речь идет об отношениях, то разрыв отношений и так далее То есть разорвать там, где тонко И зачем это делает психика И вот этот весь каламбур мы сегодня будем обсуждать на стриме и на вечернем практикуме Потому что боль это не просто так И боль напрямую связана с ответственностью человека Это единый механизм И мы в этом же стриме проговорим о тех подменах, которые Ну если вы захотите об этом поговорить О тех подменах, которые существуют в социуме Первая подмена это о механизме внушения Механизма внушения в психике нет Есть механизм веры Мы рассмотрим разносторонность этого, потому что все-таки внушение играет огромную роль Но называть это механизмом тогда будет неправильно Это механизм веры Это один и тот же механизм, замечу, на котором сидит религия плотно И мы о нем говорили в прошлый раз В этот раз мы можем какие-то вещи дополнить Потому что за это время мне пришло очень много вопросов, на которые я так и не ответила Если они у вас остались, задавайте в этом стриме, мы на них отвечаем И здесь же мы поговорим про те моменты, которые вы связываете с ответственностью С выносом ее, под вынос, с выносом собственной жизни незнакомым людям Которые должны отвечать за вашу жизнь Банальный пример, та же самая больница Вы заболели, и вы бежите в больницу Врач спаси, вылечи и так далее А вы знаете врача, вы доверяете врачу Он обязан вас спасать А вы уверены, что он вас правильно спасает И что только так вас можно спасти и так далее И при этом вы выносите ответственность на врача И не берете ответственность за собственное здоровье на себя А ведь тогда результаты у врача были на порядок лучше И вот и дальше, дальше, дальше Таких примеров может быть очень много Мы будем говорить на стриме и отвечать на те вопросы, которые вы зададите Это сегодня в 18 часов вечера Подключайтесь И это будет с Ютуба в открытом доступе А еще на этой неделе у нас был обалденный чат мам Он просто был, взорвался Когда я смотрела, за 2 часа больше 200 сообщений Я просто офигевала, мягко говоря И сообщения очень глубокие То есть в этот раз в чате писали мамы Которые не проходили у нас консультации И были мамы, которые начали честно работать И у них, у детей пошли изменения И за то время, что читаю чат и меняю свои отношения к миру Уже большие успехи у ребенка Мне очень стыдно и больно вспоминать свою агрессию По отношению к ребенку, как я себя вела Но благодаря этому чату и видео с Зайцевой Я многое переосмыслила Мой зайчик перестал показывать мне же мою агрессию Перестал драться, бить себя Стал много смеяться, обнимать меня и папу Он научился подставлять щеки для поцелуев Проситься на руки, сам брать меня за руку на улице Давать 5 ладошкой И так далее И здесь откровение мам Вот на тему, как мама честно работала И как начал меняться ребенок синхронно Вот, и в то же самое время На этой неделе у нас был такой момент Когда мы конкретно словили на лжи маму И были очень такие глубокие проработки Когда человек ждет изменений, но ничего не делает сам И думает, он будет висеть в чате, не работая, ничего не делая И ребенок резко поменяется При этом даже не заказывая консультацию И типа, мне инфодайминг не помог Ребята, так вы и не обращались в инфодайминг И вот мы, когда на таких штуках ловим Мы понимаем, а мозг он где И мы понимаем, что интернет это такая штука Что потом этот человек, который вот повисел так Ничего не заказал, не сделал Сам не изменился, сам не работал И потом отвалился Это благо мы цепанули, потому что религиозная тема всплыла Потому что мы знаем, что если в подсознании зачистил религиозный вот этот вот пласт То человек никогда не пойдет выносить ответственность на Матрону или еще на кого-то То есть у него уже как-то так переключается И он знает, что это его жизнь, он отвечает за нее А тут, когда мы начали читать это дело Я даже подумала Блин, может мы с Ирой свою работу выполнили плохо Ну да, потому что она так писала Уверенно Да, я Ирине пишу, говорю Слушай, мы, наверное, не доработали человека Потому что человек вообще не берет ответственность Такое чувство, что у него кукуха в теплых краях Но казалось, да Оказалось, что она вообще не заказала консультацию Оказалось просто ложь самому себе И на эту тему у нас даже возник вот пласт такой Момент обсуждений, как люди могут проявляться за спиной Но это личное дело каждого Мы в данном случае рассматриваем все с позиции А зачем нам это надо и как мы с этим будем работать То есть если мы встречаем такое отражение Мы понимаем, и такой опыт нам нужен для того, чтобы Да, потому что мы понимаем, что инфодайлинг слишком серьезная штука Которая входит в социум И вот такие вещи Ну я прямо скажу, я рассматриваю как подставу Да, потому что это когда за спиной у тебя творится нечто Что потом будет работать против тебя Зачем? Это неправильно, да И еще на этой неделе у нас были клубы опять И наши девчонки работают, к ним можно подключаться И это реально очень рабочие практики для тех, кто Кто только начинает, кто не знает, с чего начать Кто жалеет денег Кто Кто, 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 кто Вот для этого есть клубы Они стоят дешево, к ним можно подключиться Но вы начинаете работать, вы перестаете врать себе И вы начинаете нащупывать вот этот момент внутри себя Что можно изменить в жизни для того, чтобы жизнь стала другой Ведь это ваша жизнь И если вы приходите, значит, вас что-то в этой жизни не устраивает Значит, вы бы не приходили Значит, есть боль А если есть боль, значит, надо найти то Значит, есть ложь Ну, где боль, там ложь Там подмена Там подавление себя Там сжатие Там качели Там качели Сжал Возникло напряжение Напряжение вызвало сопротивление 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 требует раскачать качели игровые И пошло раскачивание И вот вы проживаете всю красоту Но самое главное, что если вы этого не осознаете Вы еще кучу этой красоты подтягиваете себе Для того, чтобы все-таки осознать Где вы вот так проявляетесь Что вы еще больше не осознанно Вы еще больше сжимаете Сжимаете и включаете сопротивление А еще мы на этой неделе с Ириной начали тренировать И смотреть на Это же все управление восприятием Да, вот все, что мы рассказываем И в инфодайинге показываем Делаем Мы делаем под разными углами восприятия И вот мы начали тренировать восприятие Как посмотрел бы Бог На ту или иную историю Да И нарисовываются очень интересные моменты Ну вот я приведу такой банальный пример Ну вот, например Человек покупает какую-то вещь Да К примеру, автомобиль Да, вот человек покупает автомобиль Он ездит, выбирает, ищет Спрашивает, как на нем ездил предыдущий владелец Сколько поломок там было Еще, еще, еще И он изначально, покупая старую вещь Он настроен на то, что он ее будет чинить Обслуживать и пытаться сделать новой Он закручивает игру Я не позволяю себе иметь Потом он начинает жалеть денег на ее ремонт Он начинает Ну все-таки машина не новая, например Он начинает жалеть Его еще жаба еще больше сдавливает И вызывает еще больше напряжения И человек внутри сжимается, сжимается, сжимается И вот мы смотрели на эти истории Благо сейчас был повод наблюдать за людьми Вот как они ведут себя в таких историях И очень интересная штука получается Если вы смените восприятие Посмотрите с позиции Бога Он будет смотреть на это И у него будет желание Еще больше забрать у него денег И еще худшую машину ему подсунуть И посмотреть Как еще выкрутишься Знаете, это как муравью, который несет бревно Да, вот он несет Или там соломую Тяжелую-тяжелую И вот ты смотришь, да, думаешь Блин А если я еще одну положу Ты потянешь или нет? И на самом деле, ребята Потом смотри Ой, раздавили муравья Ну и хрен с ним Ну ладно Еще один понесет И вот смотрите Если вы начинаете играть с восприятиями Вы понимаете Вот с этого восприятия С более расширенного И силового Именно силового восприятия Кстати, о силе мы тоже будем говорить Мы тоже сегодня на практику Когда вы смотрите силового восприятия Вы понимаете Что если человек сжимается Жадничает Ищет ложь Ищет обман Выкручивается Не позволяет себе То вам хочется его еще больше пригрузить Если у него нет денег Вам хочется еще больше забрать Вот так строится закон Подобное к подобному, да? Это закон парадокса Он так работает И мы все осознавали Почему закон парадокса Является образующим эту игру А на самом деле Если у тебя расширяется восприятие Это Это интересно А сколько ж Этот муравей сможет выволочь Просто подумайте на эту тему На самом деле И тогда есть эта фраза Бог не дает испытаний Больше, чем сможешь унести Да Вот это об этом Это об этом Это об этом Просто Вот когда Ляпаешь какие-то такие народные мудрости Да, языком Ты не задумываешься о сути А когда Ты начинаешь управлять восприятием И пробуешь посмотреть На мир На поведение людей Именно с этого восприятия У тебя просыпается интерес Еще добавить И мы понимаем Что, блин Так и есть Так и есть А если Вот этот миллионер Он уже тянет Бедный Уже он тянет Там кучу заводов Пароходов Он уже в космос лезет И ты так смотришь О, ты тянешь это все А если я тебе еще Триллиончик подкину Ты его вытянешь Куда вложить Давай Трудись Трудись, товарищ Трудись Ведь вот точно так же Все строится, ребят Просто посмотрите На свои внутренние настроек Мы рассказываем Как у вас это откликается И теперь посмотрите Как вы проявляетесь в жизни И если вы проявляетесь в жизни На сужении Помните Вас сузит И зажмет еще больше Еще больше Если вы идете На позволение И на расширение Вас разожмет И расширит Еще больше Потому что это ваше внимание Ваше расширение Ваше Движение Выбор ваш А вот научиться Жить на расширение Это кусок работы Над собой И вот, например Даже Продолжу ту же тему С машиной Коль это пример Такой достаточно наглядный Вот купить Не старый Мерседес Да Вот Мерседес Ну вот он старый Но я Я из него попробую Сделать новый Ну купи ты Рено Рено Дастер Новый Да Для меня, например Все, что на О То Не очень хороший автомобиль Да Но пускай будет у тебя Тогда этот автомобиль На О Но он будет новый И ты себе позволишь Он может стоить те же деньги Что старый Мерседес Но ты Позволишь Лиладу Калину Блин Но ты себе позволишь Новую Понюхать Почувствовать Попробовать Ты будешь первым Хозяином Ты в нем Расправишь плечи Потом скажешь Ну почему я себе Позволю Калину Блин Ну давай я себе Позволю Весту Или что там еще есть Да А потом Пежо А потом еще чего-то Да А потом уже Уйдет Уже пойдут Другие модели Но это Вы не можете На 19 этаж Там прыгнуть Не пройдя по ступенькам С первого Но вы будете Идти одно за Одно Шаг за шагом Пускай Поначалу Это будет Простое что-то Пускай вы на этом Даже на продаже Там потеряете Еще что-то Что вы себе Объясните в башке Но вы начинаете Двигаться вверх На расширение На расширение На расширение Позволяя себе Вы позволяете себе Потому что Менталитет человека Который Покупает Старое Бушное Бугатти Ему кажется Что весь мир Будет смотреть На это Бугатти Он на нем Едет И все думают О, он же едет На Бугатти А недавно Нас догоняет Такая машина А сын смотрит В зеркало Говорит О, кто-то На раздутом Китайце Едет Я потом так Поворачиваюсь Говорю Сын Это не похоже На раздутого Китайца А потом Подъехала ближе Говорю Ну ты посмотри Наверное Моделька Ошибся Там какой-то Олигарх Российский Едет На российских номерах Вот скажите Российскому Олигарху Что только что Его автомобиль Назвали Раздутым Китайцем Да А на самом деле Человеку Глубоко Пофиг На чем Вы едете Это ваше Состояние Внутри И тот же Самый Олигарх Он никогда Не позволяет Выставить Автомобиль Вперед Себя Он покупает Этот автомобиль Потому что Он считает Его хорошей машиной И Но сам факт Остается фактом Смотрите 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 Как проявляетесь Вы И это Будет Помогать Вам Дальше Быть Либо Зажатыми И бедными Либо Расширяться И богатыми Богатыми Внутри Богатыми Снаружи И так далее И тогда На сужение Не надо Говорить Ой Богатство Это ват А я Иду В рай Вы знаете Когда ты Вот так Куда-то Щемишься То это Совсем Не рай Это Больше Напоминает Зачем Другое Место И скорее Всего Туда Вы тогда И щемитесь И еще На этой Неделе У нас Пришел Шквал Писем По нашим Новым Консультациям У нас Происходит От трех Дней Где-то До трех Четырех Недель Когда дети Начинают Активно Включаться Практически Сто процентов У всех Мам С кем Мы работали Этот процесс Идет Кроме Там Есть пару Человек Кто затихарился Мамы У вас Есть задание Нам писать В личку Те кто Не написал Будем Тырить Итак У нас Прошло Больше Месяца После Консультации Егор Активно Стал Понимать Речь Про взгляд Писал Он стал Другим Ясным Проснувшимся Заинтересованность Появилось Больше Когда ему Рассказывают Истории И так далее Е-мама Здесь рассказывает Как он Подражает Кстати Я перебью Даже вот это Здесь явно Очевидно Как вот Точно так же Как с машиной Внимание мамы Не на сужение Не на болезнь Не на проблему А внимание мамы На расширение На выход Вот оно Тоже И мама Начинает Замечать А у нас На консультациях Было Вот сейчас Когда Ребенок Ему бы не поставили Диагноз аутизм Если бы мама Конкретно Не держала Внимание И страхом Не давила Нет аутизм Нет аутизм Нет аутизм Нет аутизм И мама просто Вгоняет в эти рамки Ребенка Нет А есть моменты Когда ты начинаешь Замечать Так нет Вот он развивает Это вот взгляд Такой вот это Вот это Вот это И ты начинаешь Расширяться И ребенок Начинает Поправляться Все Он начинает В зеркале Отражать Аутизм мамы Либо выход Из аутизма И Здесь опять Куча благодарностей И еще у нас На этой неделе Мамы пишут Мамы пишут Сейчас У меня Сын третий день Выдает все Новое и новое поведение Которое ему Несвойственно Это сын Александр А значит он меняется Например каждый раз Одевает Когда одевает носки Он их нюхает Точно так же Как делает папа Вот кстати Очень показательно И это одна из причин Почему мы иногда Просим ребенка Отдать всем Воспитателям На какое-то время То есть Когда мы видим Что родители Быстро включатся И родители адекватные То есть У родителей Хватит Информационной базы Здоровой Для того Чтобы ребенок Копированием Ее скопировал И загрузил То тогда родитель Сам прекрасно справляется И даже есть Родители Которых мы просто Загружаем Говорим Нет Вот сейчас ребенка Забираешь Из больной среды Из детского сада Специализированного И занимаешься Сама Как логопед Как дефектолог Как Как Полгода А вот через полгода Потом подбирай Тех специалистов Что надо Но ты с себя Загрузишь Здоровую информацию У нас есть Такие мамы А есть мамы Наоборот Кому мы говорим Вот в вашей семье Просто не с кого Взять здоровую информацию Поэтому давайте Мы все-таки найдем С кого ребенок Скопирует Так вот здесь Мама описала В чистом виде Как ребенок включился У них в семье И начал копировать папу И здесь прикольно Он тут И носки нюхает Потом сам В торговом центре Катался в лифте И они с мужем Ловили его На разных этажах Хотя перед этим У него был панический страх Ехидно смеялся Стал сам мыться В душе Один Все повторяет В точности Все действия Как отец И еще много-много всего Копирует Вот он его Вот просто наглядно Копирует папу Иногда Копирует маму В данном случае Получилось И смотрите Копирует Вот Слушаться даже Копирует И значит Что скопирует Маму и папу И можно по этой копировании Увидеть какая мама И какой папа И какой папа Вы можете просто В зеркале Своем смотреть Вот вы нюхаете носки Вот вы ругаетесь Вот так вы ходите И ворчите И так далее Дети копируют Копируют И аутизм Они тоже копируют Копируют Вот я к этому и вела Очевидным становится Да Это становится очевидно Понятно И так далее Еще на этой неделе В чате мам Мамы Очень много писали О наших детях О которых уже есть Даже фильмы сняты Какие прорывы Прогрессы у детей идут Как мамы работают И знаете что радует Радует то что Вот уже здоровые дети Да Вот уже дети пошли В обычную школу Они справляются Учатся сами отлично Уже все пошло Да Уже изменилась жизнь Уже изменились отношения И ты осознаешь Что вот мама Уже может уйти из чата Да У нее все хорошо Она может сказать Ой зачем мне это надо А респект вот этим мамам Которые не останавливаются Которые идут дальше Они понимают Они чувствуют Что их жизнь меняется И здесь еще есть Очень много Что можно открыть в себе И самому Остановиться в развитии Легко А двинуться с места Сложно И ключевой ответ Зачем я живу Человек находит Сам для себя Да И вот этот вот чат Он же не только по аутизму Он вообще там Широчайшее сознание Как человек проявляется Зачем он проявляется Вторичные выгоды Подсвечиваются И так далее И мы видим уже Абсолютно нормальные Здоровые семьи Но которые просто сидят Потому что им интересно Общаться Им интересно общаться Потому что идут осознания Озарения И так далее И мы сами для себя Находим в чате Очень много новых Осознаний Озарений И вот моменты Когда человек лжет Сам себе Ну как я могу Заработать на рисовании Да на этом Миллионерами становятся И в историю входят А ты себе просто Не позволяешь Или Вот там Есть Например У человека Конкретно говоришь В консультации Без секса Не выйдешь В здоровую жизнь Секс обязателен В данном случае Потому что иначе Будет Накопление Сексуальной энергии Она будет рвать психику Будет неадекватное поведение Которое будет там Проявляться атаками Или еще как-то И человек Нет Мне секс не нужен Ну тогда сиди там Это выбор А когда человек Ну как он может Себе позволить секс Он себе не позволял его Да Как Когда он начинает Осознавать Что нету плохого Нету хорошего Есть момент Есть твое здоровье Физическое И так далее А вот это помогает Уже чат Момент самого осознавания И момент позволения То есть вот это Те такие штуки Которые Помогают человеку Стать другим По-другому Посмотреть На свои запреты И свои Какие-то ограничения Потому что Вот взрослым людям Иногда тяжело Вот эти вещи Менять в себе Да И Вот в данном Плане У нас чат Только с мамами Там взрослых Людей нету Кстати Наверное Надо все-таки Подумать Вот И поручить кому-то Чтобы сделал Такой чат И со взрослыми Да Потому что На самом деле Получается Вот эти осознания Озарения Они помогают Меняться взрослым Кстати Давай в телеграме Сделаем Можно да Потому что На самом деле Вот чат мамочек Это при помощи Этого чата Благодаря ему Очищаются зеркала Мы чистим Сами себя Мы просто Вот именно Чистим сами себя И мамочки Это делают Они двигаются Они это осознают И они таким образом Общаясь Они очищают Они больше Больше на расшение идут А мне так интересно Сейчас читать Сейчас такие глубиннейшие Вещи там проходят Совсем другие мамы Мамы ну совсем Мамы мы вас любим Вот реально Восхищаемся Восхищаемся И любим И каждый раз Когда мы смотрим Вот как вы осознаете Что вы пишете Как вы меняетесь Так поменялись Вообще Я мечтаю собрать Всех в Минске Ну да Вместе с детьми Встретиться Увидеться Обняться Это вообще круто Круто было бы И потом Видеть ваших Детей Внуков И так далее Потому что я знаю Что дети растут здоровыми Блин Как Как это все меняется Это круто было бы Если отмотать чат На начало И посмотреть Это просто Вот земля и небо В начале В начале чат был Это отчет У нас Это Раз там В 3-4 месяца Ой А у нас Вот здесь Откат А у нас Вот здесь Мне кажется Мне кажется Даже вот мамам Если отмотать чат И посмотреть Самого себя Именно Больше никого не надо Самого себя провести Мне кажется Уже столько озарений будет Вот у меня такое чувство есть Просто осознание будет Столько Еще больше Очистит Ой У меня вот так Прямо Вообще Как знаю Это Да И это конечно Великолепно Великолепно Что все это Выросло Выросло вместе с нами Мы менялись Росли Ой И чат Менялся Рос И мамы Менялись Росли И дети Менялись И росли И выходили Из заболеваний И это конечно Невероятно А еще Мы на этой неделе Проводили Эксперименты Связанные С Опять таки С инкарнационным Циклом С Человеком С его жизнью И мы Мы все таки Сегодня все больше Подтверждаем И В принципе Мы это предполагали Да И уже не раз Находили подтверждение Просто Сейчас мы проводили Уже эксперименты Более так Целенаправленно Все таки Ключевым Является Выбор человека Жить или не жить Это выбор человека И в данном случае Когда человек Не выбирает Единственным спасением Для него Может быть Медицина Которая Подвесит его На каких-то аппаратах Которые дадут время Чтобы он изменил решение И все равно Чтобы он изменил решение Но если он решение Не изменит Это Та ключевая фраза Которую мы слышим Очень часто Бог решает Сколько прожить Бог решает Что Сколько нам дать Это вот Бог отмеряет Бог отмеряет Да А человек Который выносит Бога из себя Получается Сам себе Отмеряет Он уже ждет Когда он Уйдет И что бы ты ни делал Если у него Внутри Принято решение Да То в таком случае Ты сталкиваешься С вопросом Стоп А надо тебе делать Или нет Ты будешь совершать Насилие И вот это очень важный Вопрос для тех Кто занимается Инфодаймингом Насилие против самого Себя Никогда совершать Не надо Это тема подавления На самом деле Только на более Глобальном уровне Потому что Когда вы подавляете Себя внутри Да Когда вы сжимаетесь И я перетерплю Вот муж там В меня бросил камень Я перетерплю Или там Случилось вот это Я подавлю себя Я как-то Да И вы в себя Сжимаете Сжимаете Это тема подавления Это тема насилия Над собой И она тут же Разыгрывается В историю Какую-то В проявленном мире Когда вы осознаете Что вы вот здесь Проявили насилие Относительно Самого себя Вы подавили себя Вы сжались Да А вот точно так же В инкарнационном цикле Вот этот момент Насилия Только это Более глобального Уровня И когда Вот эти вещи Осознаешь Вот инфодайвером На заметку Потому что я знаю Уже многие ребята Начинают интересоваться Этими темами Лезть Изучать Мы этому учили Будьте внимательны Насилие В инфодайинге Недопустимо Ни при каких Обстоятельствах Как бы вы Не любили Не стремились Помочь Не пытались Взять ответственность За человека На себя Нет Инфодайинг Понимаете Это Вот это Получается Та же самая История Когда Вот Человек Все Он сидит У дороги Он принял решение Я не встану Я буду сидеть Я здесь умру Вы можете Вымастить К нему Магистраль Прекрасную Асфальтированную Вы можете Ее намазать Мылом Чтобы ему Скользить Легче было Но он принял решение Все Он здесь Остается И вот этот момент Ваша магистраль И ваше мыло Будет бесполезно Не надо этого делать Надо Дождаться Когда человек Скажет Я хочу Двигаться И вот Когда он говорит Я хочу Двигаться А он может Это говорить Словами А это может Сказать его психика Потому что В психике Точно так же Вы найдете Ответ на этот вопрос И этот ответ Будет очевидным Да То есть Вы заходите И вы знаете Вот этот Да Этот хочет жить А вот этот Не хочет жить Все Он уже Собрал чемодан И вот эти Эксперименты Мы конечно На этой неделе У нас получалось В отработке Было три человека И Вот С тяжелыми недугами И мы наблюдали Все вот эти вещи Процессы И осознавали Для себя Все-таки А где Наши границы Это опять-таки Про тренировку Восприятие Богом Как Бог смотрит Вот с позиции Бога Как Бог смотрит На эту историю Как Бог смотрит На эту историю То есть Ты заходишь шире И смотришь Учишься смотреть Воспринимать шире Для того Чтобы осознавать Как поступать Как действовать Как проявляться И при этом Ты опять-таки Заходишь Вот шире Но при этом Ты все равно Через себя идешь Ты видишь в этом себя Потому что в каждом человеке ты видишь абсолютно себя, ты видишь свое отражение, свое зеркало, ты видишь, что это ты рассыпан в тысячах людей, твое сознание. Это не то, что видишь, это просто знаешь. Ты это знаешь, да, это в глубине идет. И, кстати, вот на эту тему все-таки момент, когда ты знаешь, и вот в чате сегодня зацепили темы, когда ты, вера, надежда, любовь, я верю, я надеюсь, я люблю, да? И вот если объединить я верю, я надеюсь, я люблю, то получится я знаю. А вот нифига. Подмена. Девчонки, подмена. Как только вы верите, вы выносите из себя. Выносите все. Как только вы надеетесь, вы выносите из себя. Как только вы любите, вы говорите, я пытаюсь собраться назад, но я не знаю, что в себя собирать, потому что я уже две составные части вынесла. А знание – это знание. Это просто чистота, это когда вы являетесь самим собой. Это баланс, это спокойствие, это гармония, это баланс на самом деле. А как только верю, надеюсь, все это выносит. И самое интересное, что знание есть абсолютно в каждом человеке. И каждый человек имеет к ним доступ при одном условии. Когда он осознает то забрызганное зеркало, через призму которого он видит мир. Когда он рассматривает мир и вообще любую ситуацию, именно рассматривает с позиции себя. Через призму себя. Да, не через обвиняя, уходя куда-то. Все, пошел тогда сразу, пошел. А именно через себя, через призму себя. И вот даже можете просто потренироваться для пробы, для себя, когда вы выходите на улицу и видите в каждом человеке себя. И вы смотрите, вот это я иду, вот это я говорю, вот это я так покупаю, вот это я так делаю, вот это я еду, вот это я так нарушаю или вот это я так помогаю. И когда вы разговариваете с другим человеком, вы слышите, что вы это говорите самому себе. Я понимаю, что голова будет гудеть. Попробуйте. И в какой-то момент пойдут осознавания. Вы видите в зеркале себя, и вы будете находить отражение каждого человека в себе. И вы будете видеть, как устроен этот мир, как зеркальный. А это так на самом деле и есть. Итак, спасибо вам, что сегодня были с нами. Ждем вас. Спасибо. Кто хочет сегодня на ютубе, на нашем канале, канал Натальи Зайцевой, инфодайвинг, вы можете подключиться на открытый стрим, который называется «Боли ответственность». Сегодня в 18 часов, а в 20 часов у нас начнется практику, он будет 2 часа длиться, называется «Выход из боли». Это реально очень глубинная практику, который останется вам в помощь, когда, например, наступает ситуация, история болезненная, для того, чтобы вы могли осознанно сами из нее выходить. Не развивать ее. Кстати, заметьте, вот мне только сейчас в голову пришло мыть, мы наставляли людям кучу видео для того, чтобы не пользоваться услугами психотерапевтов и психологов, когда вы можете сделать что-то сами. То есть вы можете взять и реально через практическую базу отработать ту или иную тему. У нас много практикумов, и именно через практикумы коллективное погружение, они немножко проще идут, они более такие массовые. А практикумы, они реально дают конкретную отработку, конкретный алгоритм работы с самим собой. И вот только сейчас до меня дошло, мы-то с тобой сами, мы услугами психологов, психотерапевтов никогда не пользовались. А знаешь, это все про целостность. Потому что доверяешь себе, потому что знания внутри. Я знаю, как для меня лучше. И мне не надо выносить эти знания на третье лицо, потому что я знаю, как для меня лучше. И мне только нужна психотехническая база, как это сделать сама. Даже тут про ответственность. Спасибо, что были с нами. До встречи, друзья, сегодня вечером. Спасибо, до встречи.